Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Продолжение следует... 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 Что еще влияет на результат? И результат чаще всего, общаясь с коллегами много лет, вот я говорю здесь, пишу о чем речь, это повышение успеваемости. Она волнует и родителей, и учеников, она может по-разному интерпретироваться, но как правило, вот эти 12%, которые вы видите на экране, надеюсь меня хорошо слышно, может быть чуть потише. Она чаще всего интересует, кроме общих воспитательных результатов, еще каких-то результатов, удовлетворенности некая, чаще всего вот эти 12%, и когда мы говорим про ту же самую гемификацию, я делаю акцент, что она по различным источникам дает действительно увеличение успеваемости. Не той успеваемости, о которой вчера упоминал Иван Юрьевич Травкин, или уважаемая Марина Ефимовна, когда мы, вам несколько раз, встречаясь с этим двоечником, добиваемся за счет дополнительных усилий, высокого результата, это безусловно, а той успеваемости, которая не увеличивает наших трудозатрат, но при определенном сочетании дидактических и технологических моментов, известных из нашей практики, из практики зарубежных коллег, действительно дает импульс, некоторые применяют слово «пинок» для обучаемого, пинают они его, так и выражаются, мы заставляем учиться, иначе никак. Я не употребляю этот термин, но вот этот импульс в результате этих совокупностей решений действительно вовлекает обучаемых, дает им интерес дополнительный, и в итоге увеличивает успеваемость. Как же это все происходит? То есть я считаю, что, или делаю такое допущение сегодняшней нашей встречи, что все мы здесь, присутствующие, знаем, о чем и как мы будем говорить с обучаемыми, знаем свое место, свой интерес, свою роль, но мы эту константу, эту, ну не автоматическую, а с нашим участием, а вот эту константу, которая у нас есть в виде багажа методических и теоретических, и даже практических навыков, мы можем увеличить. Итак, во-первых, отмечаем, что отношения к этой гемификации совершенно разные. Ну, как и весь мир построен на разных мнениях. Есть оптимисты, которые считают, что вот эти компьютерные игры улучшают нашу жизнь и приводят к улучшению понимания, обучения. Ну, не только компьютерные игры, другие приемы, но вот обычно так понимают гемификация. А есть пессимисты, которые, извините за это, жаргонное грубое слово называют брехней, ее выдумали маркетологи, чтобы использовать вот эти приемы, в том числе и компьютерные игры, в своих корыстных целях. Мы и тех, и других слушаем. И одним из высказываний в отношении, да, можно по делу. Я не буду тогда... Спасибо, Евгений, что вы меня вернули. Мы не будем говорить, что это различение увеличивает, что есть разные точки зрения, которые вы можете просмотреть, но эта гемификация, это всегда некое завершение, это премия, это некий результат. Отлично, спасибо. Давайте так и будем работать. Итак, переходим к делу. Мы всегда, когда строим некое обучение, в том числе онлайн или офлайн, представляем процесс, как некий поток, некую линию таких событий, которые вознаграждаются неким бриллиантом. На самом деле, когда мы говорим о реальном применении, вот мы вначале там видели опрос, да, видели опрос в нашу роль, мы часто видим наличие каких-то шрифтов и каких-то изображений, которые, мы это видели, мешают обучаемому. Натыкаются наши обучаемые на эти преграды, не буду перечитывать. Да, и поток активности, если здесь видите, представляет некие рубежи, о которых мы сегодня говорим, которые иногда заканчиваются дырами, вот дыра проекта в конце возникает, обычно возникает на финише, и мы начинаем говорить о том, что чаще всего применяется вознаграждение за каждую тему, за каждый результат. Так, итак, первый момент, чисто пошла практика. Начинается с того, что очень многие курсы, неважно на какой платформе, вот в самом заголовке уже содержат проблему или успех. Вот то, что находится выше сгиба, как в газетах. Вот Армстронг полетел, вот это вот заголовок, который находится вверху, оказывается, он привлекает внимание наших участников. Хорошо, Татьяна, вы эту презентацию скачайте, коллеги, там в конце все эти же ссылки вы увидите рабочие там приведены. Вот, например, сайт Международного Олимпийского комитета, выполнен на платформе Moodle. Речь о том, что мы часто, когда видим некие курсы, вот здесь, например, сразу выделяется кнопочка для регистрации, голубого цвета вверху, выделена для того, чтобы авторизоваться и получить доступ в курс. Сразу на каждой странице это высвечивается, но такое бывает не всегда. Вот, например, национальная платформа открытого образования, у нее своя логистика, своя конструкция, тоже есть интересные решения, но всегда мы, прежде чем наши обучаемые, наши студенты, мы про них говорим, а мы же организуем, мы вынуждаем заполнять кучу разных событий и действий. Вот эта логистика, она влияет на интерес. Я не буду сейчас перечитывать вот эти пункты, вы их видите. Вот такие проблемные моменты еще до того, как наш ученик начал обучаться, возникают очень часто на практике. И эти практики выделяют. Об этом надо думать. Как логистика обучения, как рациональный процесс движения не только товаров, услуг, но и образовательного контента и так далее до потребителя. Вот это определение классическое в нашем образовательном случае, оно примерно то же самое. Как вот эта логистика работает. Например, логистика. Очень часто вот эти вот пиктограммы, это выделяют ученые, вы посмотрите в наших ссылках, как это все происходит теоретически. Я довожу только выводы. Вот эти вот небольшие иконки, логотипчики, выведенные не в центр, а в бок, в структурированном виде, где размещены структурированы все материалы курса, облегчают навигацию. Вот этот пример я сейчас вам буду демонстрировать. Вот, например, в моем курсе экономика. Различные условные обозначения, которые применяются в моем курсе, вот такими пиктограммками выделены на отдельной страничке. Дальше они уже автоматически, один раз посмотрел студент, он видит, что, где находится, без лишних слов. Слова убивают интерес, когда их очень много. Буквы, тексты, пиктограммы вот эти облегчают быстрое понимание, что, где находится. Вот другой пример, у нас же практически вебинар, где никаких условных обозначений нет, кроме тех, которые есть самой платформе. Вот тут есть форумы, есть диалоги, есть анкеты, они тоже хороши, но не всегда они обеспечивают качество. Следующий прием визуальный сдвиг, вот посмотрите, если вы применяете Moodle или другую платформу, возможно перемещать сдвиг вправо. Оказывается просто линейная такая длинная полоса прокрутки элементов сложно воспринимается, когда этих элементов много. Но когда вот это смещение, сдвиги, вот здесь видим пример сдвигов, стрелочками показано на примере одного курса, оно облегчает смысловое выделение единиц, сокращает время. Или вот еще один пример, когда не полоса идет в курсе, тоже Павел Юрьевич известный, а именно с некоторыми сдвигами, если это возможно в платформе. Не все платформы это могут, но не все об этом еще и знают. Вот еще один пример визуального такого сдвига, тоже элемент, это еще не игра, это пока лишь психология восприятия, но она тоже дает нам некоторые выводы. Вот эти сдвиги, вот эти пояснения, они создают настроение обучаемого как воспринимается сам курс, контент. Вот еще такие примеры медицинский университет, как у них, я сейчас не буду вам предлагать, вы можете сами зафиксировать, насколько это хорошо и удобно, вот такая вот картиночка вверху, заголовки, хотя сдвигов никаких нет. Или вот пример курса вверху некий привлекательный, мощный заголовок на неком фоне. Работает неплохо, судя по вопросам студентов и соответствует обычной практике. Хотя вот в этом примере никаких заголовков особых нет, и может быть он и не нужен, потому что что такое самоменеджмент визуально отобразить очень сложно, он не всегда и нужен, это уже как бы искусство, вот еще один пример, никаких тут сдвигов нет, все идет, кроме вот этого пояснения, все идет полосой, это все конечно нужно разбирать индивидуально, и мы переходим к следующему элементу, какие бывают из нашего опыта, опыта коллег, препятствия, которые мешают воспринимать. Проблема первого блока, когда в самом начале в первой теме уже сразу мы загрузили студента ученика настолько сильно, что он не знает что ему делать. Вот это первый шаг в онлайн курсе, он самый тяжелый, самый сложный говорят психологи, от него возникают очень и аналитики, много препятствий, вот например на онлайн платформе перечисляются пункты, что надо сделать, сразу и не поймешь, там нужно интуитивно посидеть, посмотреть ролик, потом почитать материалы, можно ли сразу все читать или последовательно, вот это четкости мы видим не всегда, и вот эти наши обучаемые могут просто бросить предмет, им уже неинтересно из-за того, что навигация запутана, и никогда он в этом курсе учиться не захочет, только из-за навигации, что делать, вот мы сделали курс, мы потратили время, мы должны вот этих пикирующих студентов, которые бросили, которые ушли, с вами уметь анализировать, находить, что для этого есть, есть внутренняя аналитика, тут показано очень мелко, но если рассмотреть, она зеленым цветом показывает, кто проходит, какие модули, точки успешно, а кто бросает, анализируя вот эту статистику, что можно сделать, сложить ручки, это один вариант, можно с ними связаться, часто педагоги рекомендуют, если это ваш класс, академическая группа, вот эти перегрузки начального этапа нужно снижать, вот пример еще моего курса, пример, когда на коротко и просто дается некое описание каждого модуля и рекомендация практикам, и многие так делают, начинать с простого действия, с быстрым выигрышем, дайте им какую-то легкую анкету, пусть они познакомятся, заполняют свой профиль с фотографией, пройдут простой диагностический тест, а не сразу их вводить в теорию, давать им сложные задания, где они еще психологически не готовы и логистически тоже еще не готовы, вот простейшие действия после записи в курс облегчают, выигрывают что? Выигрывают, Евгений, спасибо за вопрос, выигрывают, выигрыш, удовольствие, непредаление силы, вот мы говорим, самые мотивированные заканчивают массовые курсы, то есть они умеют себя заставить высидеть и добиться своего, а выигрыш в том, чтобы не принуждать себя через силу, прошел анкету, тут же увидел опрос, появляется выигрыш в виде настроения, о, я вижу, вот мой ответ, а вот ответы в этой анкете, они интересно смотрятся, ага, познакомился, кто там, вот это-то есть выигрыш, спасибо вопрос, выигрываю чувства, я смогу, совершенно верно, Иван Юрьевич, вот психологии, психологи или психологии электронного обучения, она такая же, как и в онлайне, мы с каждым шагом, с каждым действием получаем в себе какую-то уверенность или наоборот дезориентацию, незнакомые помещения, незнакомые люди, но они нам улыбаются, предлагают нам сесть и так далее, или не предлагают, не улыбаются, иди сам выживай, как хочешь, пока еще никакого бонуса нет, еще нет ни бейджиков, ни баллов, о которых мы уже нам все проговорили, мы это тоже знаем, а вот психологически, предотвращенность, что я чувствую себя уверенно, я новичок, может быть, в информатике, в онлайн-технологиях, но я сразу попадаю в среду, где у меня получается, я не сижу, не думаю, не пишу в техподдержку, у меня уже пошел успех, вот это и есть выигрыш, например, вот на одном из курсов нас платформы, еще не начали обучаться, обучаемые, им предлагают анкету, сделанную в Google, там масса вопросов, видите, что количество по дням опрошенных убывает, обучаемый пришел изучать конкретный предмет, он даже, может, и не знает, зачем ему это надо, он хочет просто посмотреть, его спрашивают, а вы раньше, вы руководитель или нет, но я понимаю, что это можно где-то в конце, или в контексте предмета эту анкету, я часто предлагаю, она мне нужна для обратной связи, но я предлагаю ее в контексте, тут еще контекста ноль, только лишь анонс и название курса, только записался, а вот заполни анкету, не совсем мне кажется хорошо, тратят время не на основную задачу и думают, что, вот я думаю, что меня просто изучают для своих целей, у меня своя цель, почему меня изучают, но это, конечно, не догма, это не провал, но тем не менее, это то, о чем часто говорят в онлайн обучении аналитики, дальше, очень хорошо работает система электронных приветствий, вот такая психология, вот, например, записался слушатель на курс, ему тут же, это не какой-то супер трюк, это то, о чем вы, разработчики или разработчики, или те, которые хотят быть авторами курса, или сами ничего не разрабатывают, но применяют в обучении, думают, как это применять лучше, методисты, тьютеры, вот этот момент иметь в виду, вот это приветствие, мы рады вас приветствовать, для начала вот сделайте вот это, то есть система робот, вот это подсказывает, работает от нашего имени со студентом, вот это обратная связь, как говорят, коврик наш курс, начинается именно с обхода в курс, как мы входим в дом, мы смотрим на этот коврик перед дверью, вот именно так примерно начинается и наше обучение, и не всегда ее можно, иногда нужно, иногда нужно правильно, и не всегда ее можно получить, или вот пример, на почту приходит такое сообщение, мы поздравляем вас, и вот это тоже один из примеров онлайн психологии, то есть мы говорим о кратких заголовках, простые описания, с быстрым выигрышем или удовольствием, вот эти анкеты, опросы, легкие, пока без какой-то тяжелой аналитики, и давать всем возможность познакомиться, больше обратной связи, я вот часто провожу курсы в онлайн, и вижу, что люди моего поколения обучаемых, ну не только моего, мне 59, а вот я имею ввиду, те, которые уже работают руководителями, может они молодые, или не важно какого возраста, они не ученики, не студенты, уже давным-давно, им нравится видеть поддержку, им нравится видеть друг друга на расстоянии, что они вместе, вот это очень важно, какую-то простую анкету и так далее, очень важно. Следующий момент, это тоже связан с некой логистикой, с некой логикой, это границы контрольных точек, вот, были динозавры, потому что перед этим настало, было извержение, пепел осел, вот эта полоса серая осталась, не было, была такая экологическая катастрофа, и динозавры вымерли. Вот эти полосы, которые разделяют одно от другого, очень часто мешают нам в обучении, это даже не гемификация, вот эти границы, невидимые линии между темами, их, они тоже влияют, между блоками, их названиями, они тоже влияют на восприятие, особенно, чем моложе обучаемый, чем сложнее предмет, вот это начинается влияние, ну вот, например, какие-то интригующие названия игровые, да, допустим, по сопромату это крайне сложно сделать, хотя и такие примеры я видел, их можно применять, какие-то игровые, ситуационные названия, они часто являются усилителем интереса к вашему курсу, и в конце каждого, каждой темы, не просто вот, какой-то тест или задание, а некое продолжение, то есть, ты закончил тему, оно не заканчивается, оно продолжается, в конце темы, какой-то переход, психологический, к следующему, разделу, или модулю, или теме, или курсу, вот такие вот переходы, оказывается, нравятся, даже взрослым, это из нашего опыта, и опыта зарубежных, и вот здесь постоянно нужна вот эта аналитика, хроника, пикирующих, обучаемых, в Америке, мы изучали специально этот опыт, там особо важное внимание уделяют не просто набору студентов, он же их кормит, он платит большие деньги, а постоянному отслеживанию для того, чтобы его не очислить, тянуть его нельзя, потому что он платит, там другая психология, там отчисляют, не выполнил, отчисляют, но и просто ждать, пока он ну не потянул, не получилось, испугался, не понял, они это не делают, они анализируют, они вмешиваются, смотрят, почему, может быть он стесняется, может у него дефекты какие-то, может еще что-то, вот эта аналитика очень важна, а не просто плясать перед ним, рассказывать какие-то интересные истории, и ждать, что он так и будет переводиться, с интересом все выполнять, постоянная аналитика, тогда будет работать, и геймификация, она же позволяет и выявить наши проколы, вот после каждой темы, мы готовили этот материал специально, вместе с коллегой Татьяной Викторовной, еще важное значение имеет разделение вот этих тем, вот например на курсере, кто знает, там каждый раз закончился модуль, начинается какой-то следующий, идет рассылка напоминаний, пожалуйста, обратите на это внимание, начинается новая тема, вот рассылочка, в этой теме мы уже дальше пойдем, что-то расписывается, не буду конкретизировать, что, информирование о наградах, вот мы говорили о бейджиках и так далее, например, Moodle тот же, и другие платформы, я видел тут Дмитрий Кречман присутствует, они не просто дали письмо, они вот еще на сайте напоминают, поздравляем, вы были награждены, вот это пример письма, вот такой бейджик красивый, рассылается, он накапливается, он обыгрывается, он постоянно обыгрывается, технологически, может быть это и не бейджик, а некая картиночка, дополнительная, какие-то интригующие названия, уже вот повторюсь, повтор, какие-то моменты привала, оказывается, в онлайн обучении тоже может быть привал, некая пауза, должны быть, вот здесь мы видим, много человека может провалиться в пропасть, здесь мы должны давать свободу выбора, но с другой стороны, вот я вот вернусь, куда слушателю податься, мы не должны вываливать на него обилие того, что мы там знаем и умеем сразу, вот, пожалуйста, тут мелко продавидно, все темы ему в доступе есть, бери любую, начинай любую и смотри, многие методисты, многие преподаватели, да и многие массовые курсы так не работают, они работают последовательно, и просто так сразу в другом модуле, вот, потыкаться, пробежаться, не всегда применяют, потому что интерес пропадает, именно вот интрига должна даваться постепенно, рекомендуют делить задачи на маленькие дольки, какие-то промежуточные этапы, шоколад не едят целиком, его делят на дольки, наслаждаются им, иначе он не не даст удовольствия, и вот многие методисты говорят, делите ваш процесс на какие-то маленькие микро-приключения, микро-ситуации по криминалистике, изучать иностранные, используете игровой метод из какого-то криминального романа, какую-то историю, вот о чем речь, тогда будет ему каждый раз интересно переходить вот к этим микро-целям, микро-задачам, оно прописывается в тексте коротко, и вот в виде таких мемов может еще усиливаться, как это делаются мемы бесплатно, вы можете прочитать в наших ссылках, очень важно, когда вы разрабатываете некую игру с проектной работой, это тоже не новость, дать им шаблон, вы предлагаете им разработать проект, со взаимным оцениванием, с рецензированием и так далее, дайте им шаблон, расскажите свою историю, предложите ее оценить самостоятельно, поиграть до того, как они начнут, пусть они убедятся, что они поняли вас на 100%, вот этот шаблон или образец для игры очень важно, они поняли, у них крылья появились, что от них хотят, поняли, по каким критериям оценивается, понятно, и они пошли играть, и так, выявляем опасные места в курсе, оно может быть где угодно, мы говорим о плавном наращивании, не вываливать сразу на него все, анализируем выпадение из курса с помощью аналитических средств и информирования, видим, ну вот у этих трех человек, ну не идет, ну можно десятерых написать каждому письмо, продумать текст, обратиться, я вижу, что у вас не получается, я хочу вам помочь, чем вам помочь, вот как вчера Иван Юрьевич говорил, Марина на Эфимовной истории, когда шли навстречу и говорили, мы готовы вам помочь, то же самое здесь, в онлайне надо идти навстречу, задачи дольки понятны, микроцели, шаблоны, образцы, вот это вот некие итоги, следующий момент, о линии финиша, вот мы учим, говорим, мы что-то идем, 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 и финиш уже не видим в этом онлайн курсе, чем он закончится, где эта линия финиша, где-то за горизонтом, вот нельзя ее терять тоже в обучении, мы эту цель всегда держим, вот он учится, он должен видеть, чем это закончится, как это будет в вашем предмете, я не знаю, вот примеры можем какие-то рассматривать, например, вот такой может быть прием, прошли тему, дали ему одну одну вот эту вот золотую, вот такой вот золотой бейджик, еще одна тема, вот он видит у него эти золотые бейджики, вот уже пять я прошел, а еще шестая, седьмая, его не выполнено, я умею, я получаю вот эти звездочки, они видны, это не бейджики, это графический символ в виде таких вот или бриллиантов, или таких индикаторов, каких-то, или надписей, миссия выполнена, да, вот эти маркеры в онлайн курсе, которые возникают по мере вот этих освоения этих квантов, они особенно на детях хорошо работают, на школьниках, да, Иван Юрьевич, да, да, я вижу постоянно, я ни с кем не сравниваюсь, я сравниваюсь сам с собой, мне чужие рейтинги может быть и не видны и оценки, но я сам себя контролирую, тест это вахид чуть-чуть другое, очень хорошо, ну это многие знают, это вот и в гиперметоде есть вот этот прогресс обучения, и в мудл есть и других, вот есть такой блок, вот допустим мой предмет, я веду предмет экономика и вот в нем все эти мои темы, там их очень много, вопросов много, заданий много, вот они так индицируются, или вот этот прогресс бар вверху каждому обучаемому показывает его прогресс в процентах, тоже подстегивает, согласитесь, и если его нет, вот те, которые начинают или применяют онлайн технологии, нужно просто о нем подумать, он очень сильно создает самодисциплину у обучаемых, этот красный зеленый цвет, его подстегивает, да, да и другие графики, совершенно верно, думать об этом, применять вот эти маркеры, видение цели, вот видеть к чему мы идем, психологически очень хорошо работает и создает настроение, желание идти дальше, вот такие выводы я их не буду озвучивать, то есть то, о чем вчера говорил Иван Юрьевич, о различных психологических, точнее образовательных моделях, теориях, коннективизм, конструкционизм, другие, мы это приветствуем, но мы это всегда превращаем в некую технологию и в некоторые приемы, и вот об этих приемах мы и говорим сегодня, потому что без них все наши навыки зависают, перестают опираться на некую основу, я вот сейчас не буду говорить из каких еще модулей, из каких еще тем создает вот эта гемификация, эта тема, я хочу показать вот эти источники, вот они у вас сейчас на экране, которые дают нам возможность прочитать, вот сколько здесь приемов, это не я придумал, не моя коллега Татьяна Витальевна, мы это брали материал зарубежные источники, переводили и дополняли уже своими практиками, своими примерами, вот пожалуйста, я хочу вам предоставить эту возможность ознакомиться, на русском языке, кратко и понятно, о чем здесь мы можем судя вот по заголовкам сделать какие выводы, какие направления для того, чтобы повысить результативность в обучении, здесь 10 хитростей про фотографии, вы прочитаете, где можно их взять и как их можно применить, не нарушая авторские права, в этой ссылке про google контент где может размещаться контент, вы прочитаете сами, 5 идей как вернуть слушателей это тоже психология и технология удерживания, возвращения слушателей вы тоже можете прочитать, вот в этой ссылке 25 сюжетных линий, вы увидите вот сегодня не буду тратить на это время, готовые 25 сюжетов, примитивных простых сюжетов, опираясь на которые и на собственную фантазию, вы можете сами придумывать какие-то игровые ситуации, что по иностранному языку, что по математике и так далее, вы можете это посмотреть, вы можете увидеть наш текст на русском языке о нейробиологии, о том, как цвет и дизайн меняют психологию восприятия, тоже готовое решение, бесплатно, можете посмотреть, очень интересный прием, связанный с игрой, эти ссылки в активном виде, Евгений, имеются в этой презентации, которые сейчас видите, это гиперссылки, скачайте эту презентацию, я их не открываю, они длинные описания, длинные тексты, я сейчас только лишь информирую, вот хорошая статья, тоже в нашем переводе и с нашим дополнением, как можно из глоссария получить семь игровых геймифицированных способов, это не только модалл, это любая платформа должна работать, но на модалл мы приводим примеры, модалл это как пример, как из глоссария сделать тест или какой-то квест игру, вот тут еще есть из теста квест глоссарий и тест, и по тестовым заданиям, как из тестов получить дополнительные выигрыши, фактически из воздуха, только лишь наше время, потратить на понимание, плагины некие готовые, здесь четыре ошибки геймификации, я скажу сразу, это фактор времени, мы очень часто подкидываемся на какие-то рекламные объявления, верим и тратим время, у преподавателя, учителя очень мало времени, и мы здесь на это обращаем внимание, посмотрите, как это сэкономит, ну, и еще хаки или советы, как с помощью дизайна получить некий дополнительный креативный эффект, скачать гиперссыл, как скачать, для скачивания откройте ссылочку, пиктограммочку, показать ресурсы, выглядит она в виде желтой папочки, вверху. Так, уважаемые коллеги, и сейчас я хочу открыть вам еще раз вот этот вот опросник, для того, чтобы запустить опрос, он уже был, для тех, кто не ответил. Попрошу ответить, дать ваш ответ на этот опрос. Итак, мы видим, что большинство из присутствующих, большинство, 66%, это те, которые являются разработчиками. И только лишь, ну, 16% не планируют. Вот, как раз те, которые не планируют ни разработчиками, ни авторами быть, для них этот вывод, что может быть, я считаю, наверное, важным, чтобы они для себя поделились. если руководители поставили задачу обратить внимание на эти пункты. И один вариант ответа, я не знаю, кто написал, который ответил, вроде того, и поставил знак улыбки, смайлик. Итак, уважаемые коллеги, у нас с... ага, я почему-то так и подумал, что самый опытный про себя так и скажет. А я считаю Иван Юрьевич одним из самых опытных. коллег, которого я знаю и который разбирается в онлайн образовании очень хорошо. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами можем подвести черту. Я закрываю этот опрос. Нет ссылки, лучше... Нет ссылки. Ага. Ну, давайте я, наверное, сразу эту ссылку добавлю, пока Марина Эфимовна хочет объявить некий итог. Я просто думаю, что, наверное, есть еще какие-то вопросы, потому что аудитория, Юрий Николаевич, такая профессиональная достаточно. И вопросы интересные. Видите, как уже нам определения не нужны, мы уже это знаем. Все очень серьезно. есть запросы определенные, ну и правильная абсолютно ориентация, то есть очень быстро умеем перестраиваться. Действительно, я думаю, что вы очень правы, что ученик, студент, он нуждается сегодня в поддержке, потому что все-таки мы лучше ориентируемся в систематизации информации в ее отборе, несмотря на то, что это может быть там молодежь, вот они там так много знают и умеют, но вот эту системность показать, найти, что-то сделать, вдохновить, конечно, это дело профессионализма. Так, вот здесь Царев Владимир вам пишет в презентации на слайде нет активных ссылок, только название. А это если вы презентацию скачаете, то она, наверное, у вас будет работать, правильно, ссылками или нет, Юрий Николаевич? Да. Ее надо скачать, она отсюда не должна работать. Здесь это действительно так. Поэтому то, что пишет Иван, что это здорово, что вы думаете о студентах, но мне кажется, что это нормально, это просто нормально. Для нормального преподавателя абсолютно нормальная ситуация думать о том, для кого ты это делаешь. Поэтому да. Ну вот я пишу спасибо, действительно, я сейчас гляну презентацию, я думаю, что вставлялись гиперссылки, они не открываются, но вот я пишу, все ссылки вот на этом адресе, они справа, блок с правой стороны новости летние школы, там все эти ссылки рабочие, наверное, так было бы проще. А в презентации? Ну, просто может быть презентация у вас в PDF, там, Юрий Николаевич, вы сохранили, я не смотрела, честно. Ну, коллеги, действительно, эти ссылки, названия, я вставлял как, так, ну вот, вот так они все есть на LMS библиоклуб, с правой стороны все есть, спасибо за вопрос. Вот вопрос, еще вопрос, помимо внешних мотиваторов на страницах курса, используете для этого педагогические приемы в методике проведения курса? Ну, педагогические приемы, так, еще, помимо внешних мотиваторов на страницах курса, вы используете? Да, конечно, используем в методике проведения курсов, уважаемые Наталья. Я не знаю, какой вас прием интересует, но вот я, например, сторонник педагогики, философии, социологии, социального конструкционизма, это, если говорить технически, это форумы, взаимное оценивание, поощрение взаимопомощи в онлайне. А если говорить теоретически, то этот прием, эта технология и педагогика означает, помогая другим, ты помогая, усиливаешь себя, находясь в социуме, решая совместные задачи, не просто свою пятерку получить, а еще помочь коллективу, причем в эту педагогику включаются и родители, которые заинтересованы помогать, вот эту теорию, эту методику мы используем, если я правильно понял ваш вопрос. Ну да, про презентацию я ответил, продублировал название сайта, где все те же самые ссылки справа висят, только эти. Так, еще есть вопросы, уважаемые коллеги. по-моему, вот вы на все отвечали прямо по ходу. Да, конечно, я вчера говорила и сегодня повторю, когда отдаешь другим, возникает новая идея, ты можешь делать что-то дальше. А когда ты все хранишь сам с собой, тихо разговариваешь, чтобы никто не слышал, то это, конечно. Можно ли скачать без регистрации? Эти ссылки открыты для свободного доступа. Вы их видите, там текст с картинками, если хотите сохранить как файл, вы знаете, как это сделать, уважаемый Абдубахид Сабирович. Это не файлы вы скачете, вы открываете ссылки на страницу. Ну и в заключение хотел бы отметить еще один момент, откуда мы можем черпать вот эту обратную для себя пользу, делясь другими. Вот Марина упоминает про Фидо. Я же там публикуюсь не только для того, чтобы помочь другим. Я смотрю на реакцию и вижу реакция слабая. То есть людям нравится то, что можно применить, но им сложно, у них нет условий, нет времени на вот эти технологические всякие моменты. Проще хорошо им дается методическая часть. Она им больше нравится. Понять смысл, понять контекст, философию, важность. А вот когда уже технологически, это мало кому удается. Тут нужны люди, которые понимают и педагога, и педагогику, и технологию идеально. И вот здесь я вижу проблему. Одно дело сформулировать задачу замысел, другое дело составить тест с адаптивным тестированием. Это тяжело. Это забирает массу времени. Или вот эти графику, какие-то моменты, вот это все переварить очень сложно. Как эту проблему решить, я тоже не знаю. Чтобы и на семью времени хватило, и на онлайн вот это обучение, и чтобы отдача была финансовая от всего этого. Пока очень трудно все это понять. И я вижу выход вот в нашем общении, в обмене опытом, провоцируя других на обратные примеры, как они решают задачи. Вот это, мне кажется, нас хоть как-то усиливает. Вот это хотел бы сказать в заключении. А у вас еще вопрос, еще рано заключается. Александр Александрович по-моему спрашивает. Мотивация от вовлечения. Ну, не думаю, что профессор, доктор наук действительно не знает разницы между этими двумя терминами. Но его интересует, что вы думаете. Что я думаю. Да, знать можно все, а вот что думать на этот счет? Ну, мотивация, она может быть еще до того, как мы начали что-то делать. Вот я должен закончить этот вуз. Она существует в силу разных причин, как внутри курса процесса, так и в небо. Обовлечение, когда я уже посмотрел. Вот я не знал, я посмотрел этот товар, эту услугу, и вдруг вижу, она мне нравится. Она открывает для меня какие-то грани. Я вовлекаюсь, я не хочу, а мне я не думал этого, я не планировал этого, может даже вообще другое планировал. И вдруг появляется дополнительный импульс, вовлечение. Или другие, я вижу, другим интересно, почему я начинаю с ними вовлекаться. Наверное, вот так. Мотивация зачем, вовлечение психологического принятия. зачем. Вот, наверное, тоже так. То есть, я этот термин вовлечение использовал сегодня. Действительно. И очень хороший вопрос, и теоретический, и методический. Мне он казался очевидным в этой разнице, но четко дать академическое определение я сразу не готов. Но смысл таков, что вовлечение возникает уже в ходе процесса. Хотя и мотивацию можно убить тоже в ходе процесса. Мне кажется, вот тут надо еще подумать. Юрий Николаевич, в ноябре у меня защита у магистрантов и у Светланы Александровны магистрская диссертация на тему вовлечения. Очень интересная. Мы там с ней очень много как раз с этим термином работали для того, чтобы разобраться. сейчас я думаю как сделать защиту публичной, потому что очень интересные работы. Такая группа Ярополис Ярополис Можно посмотреть будет, потому что это действительно интересно понять, как же это происходит. И правильно мы сегодня используем термин. У нас что происходит на уроке? Вот Иван еще добавляет позвать. Я позову, я могу вам сразу сказать, что защита 23 ноября магистрских главное мне это там организовать со звуком в аудитории проблем если все сделают, ну в любом случае мы запишем, но хотелось бы конечно чтобы поучаствовали вопросы позадавали, потому что да, потому что это достаточно серьезные люди, с ними очень интересно и работа интересная А сейчас наши камеры увеличились по размеру? Да, да, увеличились, увеличились, играется все Вот, вот вы Светлану Александровну камерой увеличиваете в половину Так В половину изображения презентация ее остается вполне четкой и мы будем видеть хорошо как ее как и участника вот у чата остается так и то есть одна камера подключенная к Мирополию Ну да, нет, мне просто звук там надо сделать в аудитории там свои тараканы но я думаю что еще у меня есть время они конечно все очень переживают но я им сказала все будет публично вы взрослые магистратуры серьезная так что надеюсь что получится а там уж будем смотреть не судите строго они стараются ну хорошо коллеги какие вопросы есть не знаю как другие Светлану Александровну я очень люблю ну как другие а вчера Ольга Игоревна под Епольской выступала а Юля Нацкевич его стоит а Валентин Федоровна Шамшевич а Люба Егоровна у меня весь бомон собрался вот сколько вы не назовете да столько только вот всех мы будем любить одинаково искренне совершенно верно а они такие вот они понимаете такие правда мотивация была первоначальная это я вот для Ивана когда мы начинали писать они мне говорили что вообще они предполагали что можно схитрить а я вот тут попалась на пути я но это уже отвлечение еще есть вопросы к Юрию Николаевичу Юрий Николаевич пока думает над вопросами я скажу чтобы вы не забыли что мы в 7.30 встречаемся сегодня вот а потом с понедельника будем фигушки держать и все у вас будет хорошо так что спасибо большое сегодня что вы пришли поделились с вами с нами вашими сомнениями мыслями идеями будет почти утро Иван замечательно отлично